Это дерево близ города Жаркент, Алматинской области, местные называют святым. Территория вокруг него ухожена, к дереву тянутся многочисленные паломники. Люди просят исцеления, пьют воду под старым карагачом, окруженным семью более молодыми деревьями. По словам Райана Жапарказы, который вот уже 7 лет работает местным смотрителем, многовековое дерево выросло из посоха святого Шамашурыпа, который отправился на хадж в Мекку из этих мест и умер на Аравийском полуострове. Смотритель, рассказывающий посетителям легенды и предания о дереве, говорит, что все приходящие сюда обращаются с мольбой к Аллаху. Местные жители рассказывают, что несколько лет назад представители некого религиозного течения пытались сжечь дерево, посчитав, что паломничество к этому месту и молитва у дерева – это идолопоклонничество. По словам смотрителя, растение не сгорело, потому что на то была воля Аллаха. Находиться вокруг дерева больше двух часов не рекомендует. Смотритель объясняет это тем, что сила святого дерева может оказать и негативное влияние. Поклонение святому дереву под жаркентом связано с верованиями до мусульманского периода, считает проректор Исламского университета Нурмубарак Валматы Шамшаддин Керим. Продолжение следует... Специалисты Института ботаники и фитоинтродукции в Алматы говорят, что святое дерево в жаркенте они не изучали. В институте отмечают, что понятие святости растения никак не укладывается в научную терминологию. Оно священное не потому, что это редкая порода дерева, а потому что оно старое, как мы уважаем стариков, так уважают это дерево, к которому из поколения в поколение приходили люди и как раз таки молились, и поэтому оно священное. Сотрудник Института ботаники Светлана Набиева говорит, что традиция поклонения старым деревьям или растениям с целебными свойствами есть и в других странах мира. В ботаническом саду Алматы она показала дерево гинго, которое считается священным в Японии.